Российская империя Время правления императрицы Елизаветы Петровны 1757 год, монета 2 копейки Елизавета Петровна, дочь Петра I и Екатерины I Вступила на престол Российской империи в 1741 году Но серьезные изменения в монетных делах начались только в декабре 1757 года Когда был издан указ о выпуске монеты совершенно нового образца Материал медь Диаметр 31 мм Вес монеты 20,48 г Гурт сетчатый Но от зависимости от чекана монета на разных монетных дворах Надпись на гурте отличалась Монета этого типа с вензелями Елизаветы I производилась в 1757 по 1762 год Цена монеты 2 копейки 1757 года в нумизматических аукционах в значительной степени зависит от состояния При оценке не менее важным критерием является разновидность по типу штемпеля Применяемых при чеканке А их было предостаточно Давайте в этом разбираться На реверсе монеты вензеля Елизаветы I представляющие собой объединение буквы Е Елизавета и латинское П Петровна Повторенные в зеркальном отображении Наверху императреская корона По бокам указан год Разделенный на две части 17 и 57 Окружает изображение два венка Связанные между собой бантом На реверсе монеты помещено изображение Георгия Победоносца на коне Поражающее копьем змеевидного дракона с крыльями Оборотная сторона чеканилась двух вариантов С обозначением карты же с номиналом 2 копейки В нижней и верхней части монеты Монеты с обозначением номинала в верхней части Имеют интерес и повышенную ценность Ввиду заметной меньшего объема от чеканенных монет этого типа Эта монета производилась на Московском, Санкт-Петербургском, Сестрорецком и Екатеринбургском монетном дворе Монеты этого типа чеканили как на гладких кружках И посредством перечеканы из монет схожей весовой нормы 5 копеек 1723 по 1730 1 копейки 1755 и 1757 И шведского 2 эре 1743 года образца Теперь давайте разберем каждый монетный двор И отличительные черты монеты Московский монетный двор Красный монетный двор в Москве чеканил номинал 2 копейки с 1757 по 1760 год Монеты этого двора отличались от остальных крупным садником и крупной короной На этом дворе существовало два варианта Надпись номинала под конем И второй надпись над конем Первый чеканился с 1757 по 1760 год И гуртовой надпись Московского монетного двора Встречаются монеты Московского чекана с гуртовой надписью Екатеринбургского монетного двора Являются не перегуртованной перед перечеканкой монеты 1 копейки 1755-57 года Екатеринбургского монетного двора В монетах Московского монетного двора на реверсе номинал снизу можно выделить лицевую сторону раннего и позднего типа, определяемые по размеру короны над вензелем императрицы. Ранний тип имеет узкую корону, тогда как поздний более широкую с большим основанием. На реверсе также разделяют на ранний и поздний вид чекана по всаднику. Поздний тип всадника выделяется своим выступающим вниз бицепсом на передней правой ноге у коня. Следующий вариант Московского монетного двора это надпись номинала сверху. Чеканился с сетчатым гуртом только в 1757 году, только перечеканкой номинала 1 копейки 1757 Московского монетного двора. Эти монеты встречаются довольно редко и имеют высокую коллекционную ценность. Санкт-Петербургский монетный двор чеканил монету, именам 2 копейки, с 1757 по 1759. Продукция Санкт-Петербургского монетного двора характерна всадникам меньшего размера и вытянутой по горизонтали корона над вензелем императрицы. Также подразделяются на два типа. Имеются отличия по гурту. Гурт сетчатый и с надписью Санкт-Петербургский монетный двор. Встречается с гуртовой надписью Московского и Екатерининского монетного двора. Являются неперегурченными перед перечеканкой. Второй тип Санкт-Петербургского монетного двора номиналом сверху чеканился сетчатым гуртом только в 1757 году. Только перечеканкой номиналом одной копейки 1757. Эти монеты встречаются довольно-таки редко и имеют высокую коллекционную ценность. Следующий разновид печатался в Сестрорецком монетном дворе. Оружейный завод чеканил монету в 1757 и 1758 году. Своих штемпелей на этом монетном дворе не изготавливали. А монета чеканилась из штемпеля, присланный с Санкт-Петербурга. Изготавливались монеты посредством перечекана шведских монет номиналом 2 эра, образца 1743 года. Монета этого двора чеканилась только с вариантом номиналом снизу, с сетчатым гуртом. Эти монеты встречаются довольно-таки редко и имеют высокую коллекционную стоимость. Екатеринбургский монетный двор. Монета чеканилась с 1757 по 1762 год. Монета этого двора характерна крупным всадником с округлым набалдажником в верхней части копья и вытянутой по вертикали короны над бензелем импротридзе. Также имеются два типа. Номинал над конем и под конем. Номинал снизу чеканился с 1757 по 1761 год. Как с сетчатым гуртом, так и гуртовой надписью. Номинал сверху чеканился с 1757 по 1761 год. Как с сетчатым гуртом, так и с гуртовой надписью. Этот вариант встречается ощутимо реже. Вы, наверное, сломали всю себе голову с этой монеты. Но, как показала практика, наиболее простым признаком определения монетного двора является корона. Различаются следующие типы. Это Московский монетный двор, Санкт-Петербургский монетный двор, Сестрорецкий монетный двор и Екатеринбургский монетный двор. Ну а сейчас давайте о цене этой монеты. Как вы поняли, существует два типа монет с надписью номинала «Под конем» и «Над конем», а также мелкие подразновиды, которые делают каждую монету уникальной. 2 копейки 1757 года надпись номинала «Под конем» начинается от 300 рублей и в сохране XF составляет 4000. Это самая частая находка. Следующий разновид – это перечеканка из шведского 2-эра. Гурт сетчатый. Цена от 15000 и в сохране XF – 80000 рублей. 2 копейки гурт с надписью «Екатеринбургский монетный двор». В сохране WF – 2000. Ну а сохран XF – уже 9000 рублей. Цена на двушку с надписью на гурте «Московский монетный двор» не отличается от Екатеринбургского монетного двора. Также составляет в сохране WF – 2000, в сохране XF – 9000 рублей. Второй тип более интересен надписью над всадником. Гурт сетчатый. В сохране WF – 2500, в сохране XF – 15000 рублей. Двушка с надписью на гурте «Екатеринбургского монетного двора». Оценивается в сохране WF – 600, в сохране XF – 8000 рублей. Ну и самое интересное разновиды – 2 копейки с надписью на гурте «Московский монетный двор». В сохране WF – 400 тысяч рублей. В сохране XF – 800 тысяч рублей. Следующий разновид – это с надписью на гурте «Санкт-Петербургский монетный двор». В сохране WF – 600 тысяч рублей. В сохране XF – 900 тысяч рублей. Вот это я понимаю. А мы ведь находили такую монету. Вот вам и этому доказательство. Часно тем, что смотрите, сверху имеется надпись «2 копейки». А вы находили подобные монеты? Какова их судьба? На московском рынке можно было купить продукты по таким ценам. За десяток отборных яиц просили 3 копейки. 3,5 копейки стоил в среднем килограмм свинины. За гривенник можно было купить фунт риса. Или 5 чарок доброго вина в местной корчме. Пара небольших цыплят обошлась бы в то время в 6 копеек. Курица – в 7. А за гуся просили в среднем 15 копеек. Из одежды на рынке можно было приобрести пару сапог за 30 копеек. Суконный камзол – за 2 рубля. А за 3,5 рубля можно было купить добротную шубу. Правда, как и в нынешнее время, позволить купить тебе или родным шубу мог не каждый. К примеру, жалование монетного мастера на Екатеринбургском монетном дворе составляло всего 20 рублей в год. Чуть больше – полутора рублей в месяц. Армейский прапорщик получал большее. В среднем его жалование составляло 50 рублей в год. А вот Михаил Васильевич Ломоносов, будучи уже профессором, с жалованием в 1200 рублей в год, мог позволить себе купить на месячный оклад 29 шуб или 50 камзолов. Около 800 килограмм черной икры или до 2 тонн говядины. Около 6 тонн ржаной муки или тонну осетрины. Исходя из этого, следует помнить, что ценность монеты – ее история.